Всем привет! Сегодня 12 июня и я хочу вас побирать с праздников. Мы приехали в парк, решили прогуляться. Находится он в Домодетовском районе Московской области, на территории сухоза имени Ленина. Глава его Грудинин. И так он выглядит при входе. Здесь сразу нас встречает сказки, рассказывает. Плохо будет видно, потому что отсвечивает от стекла. Здесь такое кукольное представление. Нравится? Пошли на аттракционы. Пойдем к дубу, подойдем. Здесь летопись такая, написано Александром Сергеевичем Кушкиным. Так, и на входе также здесь дуб, имитация дуба и кот-ученый, который рассказывает сказки. Нет, не надо, не надо так делать. Вот такой кот красивый, большой. Что-то я не понимаю. А, вот русалка, давай, смотри. Из сказки, вот она же русалочка. Смотри, какая красивая. Все как в сказке, да? Пошли дальше. А это настоящий дуб. Я только обратила внимание, что лист-то дубовый. Смотрите, настоящий дуб. А это просто здесь, вот внизу сделали имитацию. Я вас послушаю, что пойму, что лист-то дубовый. Здорово. Пойдем. А вот еще сказка, пошли. О, смотри, этот как он. Смотрю почтовой. Да. Здесь еще одна инсталляция. Красиво. Все очень сделано, как будто все это металл. Такой состаренный. Очень красиво здесь все сделано. Как живое. Смотри, Мирош. Лошадь какая красивая. Весь парк по периметру огражден таким металлическим забором. И между каждым пролетом стоит тоже рыцарь. Вроде как охранник. Отсюда, наверное, плохо видно. Сейчас приближу. Вот видите, каждый пролет охранник. Все очень ухоженно, чистенько. Газон подстрижен. Здесь еще одна инсталляция сказки. Здесь царевна. Смотри, здесь в темнице сидит царевна. Где? Вот, смотри. В темнице? Да. Царевна? Да. А что она там есть? Видишь? И волк ее. Волк охраняет, чтобы не выпускает ее. Фонтанчик. Давай к фонтану подойдем и посмотрим. О, холодная? А ну-ка. Ну да, прохладненькая. А там кто? Не надо. А там кто? Не надо. А там кто? Самое интересное для детей это аттракционы. В общем, здесь строго от 5 лет до 14. Ну что, пойдешь? Да. Давай, иди. Сейчас мальчик спустится, может, подождешь? Да. Хороший аттракцион. Это препятствия веревочного плана и они все огорожены сеткой. То есть, видите, если для взрослых веревочный парк без сетки, то для деток здесь, конечно, установили сетку и это хорошо. И она полностью очень большая. Получается, очень большой аттракцион веревочный. Ну что, ты уже полез? Только аккуратно, понял? Аккуратно. Тут такие специальные ручки с вами упали. Да, держись крепко. Иди, пройди как-то. Ой. Держись. Я не покажу. Я пошел. Следующий давай аттракцион. Вау. Это такая труба деревянная. все шевелится правильно. Ты прошел? Так, теперь это сетчатая горка. Мам! Я пошел. Сиди, чай, тебе. Молодец. Следующий аттракцион. Это сухой бассейн. Сам по себе парк небольшой, но есть у меня все зелено, ухожено. И достаточно много площадок для развлечения детей. Они подразделяются по возрастам. Допустим, это площадка для маленьких. Верелочный аттракцион, который я показала в начале, это, конечно, уже от 5 до 14. Это по типу как пандапарк. Полез уже дальше. Напрыгался в сухом бассейне с шариками. Полез. Вот он лезет. Как я уже объявление там сняла, в начале на стене висела парка. что пускает сюда только по 400 человек. То есть вышел один, значит, один следующий зашел. Все по очереди. Поэтому жутко. Очередь настоит того, потому что довольно-таки неплохой парк. Простояли мы в этой очереди час двадцать. Рядом проходишь аркист, заложен на конкур. Ну, что самое хорошо, нету сегодня солнца сжигающего, палящего. Довольно-таки пасмурно, но дождя нет. Полез. Что мне здесь вообще очень понравилось, это, конечно, техника безопасности. Все довольно-таки хорошо сделано, чтобы ребенок себе ничего не повредил. И что самое интересное, везде в парке представлена инсталляция земляники-клубники, потому что сахоз имени Ленина направление это выращивание и продажа этой ягоды. Поэтому она везде. Здесь даже мы проезжали, корова сделана в виде земляники такой крупноплодной. Очень интересно смотрится. Вот так выглядит один из входов в парк. Сейчас он пока закрыт. Работает только один вход. Это тоже земляника. Посмотрите, как красиво. На территории парка все развлечения бесплатно. То есть заходите и катайтесь на чем хотите, сколько хотите. Если вы проголодались, то на территории парка есть кафешка называется Дедушки всегда вкусно. Это помещение сделано из бревна в таком русском стиле. Деревянные столы, стулья, самовары и так далее. Значит, вкусно там или нет я не знаю, но если вы взяли с собой еду, то можно здесь остановиться, есть стол, столье и зонтики. Можно перекусить. Есть здесь такие качельки. Я их люблю. Сейчас покатаюсь обязательно. И еще такая развлекаловка у деток. Это как, знаете, водяной такой батут. Смотрите, как они веселятся, визжат от восторга вообще. погода погода у нас сейчас почему-то портится. Даже накрапывает маленький дождик. Мы уже, в принципе, прошли весь парк. Малой прошел весь веревочный аттракцион практически, а погодка портится. Решили мы зайти в это кафе. Деревянные столы, как я уже говорила, стулья, стены бревенчатые, меню. Все здесь выглядит. Заказали суп Малой поездил. Потом расскажу, было вкусно или нет. Заказали куриный суп. Вкусный суп? В виде пюре делают полностью. И пельмени. Думали, что пельмени будут домашние, это все-таки со сметаной. Сколько суп стоит? 140. 140 рублей супчик и пельмени. 200, да? Дай дай бельмешку. Старик, что это за сказка? Своей устанутой и золотой рыбой. С самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно свою пряжу. раз закинул ну что ребят пошли. Все, мы в парке нагулялись с удовольствием, нам все понравилось. А теперь самое важное мы идем покупать клубнику. Ну мы конечно ее уже купили и съели, но теперь хотим еще домой взять. Я вам сейчас ее покажу. Территория совхоза Ленина очень большая. Здесь находятся и школы, и детские сады, парк развлечений, церковь. Все для жизни. Здесь же люди живут, построены для них многоэтажки. Также здесь и работает собственно говоря в самом совхозе. Территория озеленена, постоянно все чистят, моют. Вот сейчас асфальт только что помыли. А мы идем вот в эту вот в этот ларечек в виде землянички. Хотим купить. Решили купить земляники и как раз она у нас закончилась. Но мы идем к другому пункту продажи. Вот я уже говорила, здесь и все видите клубничкой, земляничкой. инсталляции. Быстро заканчивается, но мы уже лукошко покупали в начале дня. Стоит она 370 ассорт Азия. Очень крупная и довольно таки сладкая, с небольшой кислинкой. В общем нам понравилось. Хотим еще лукошко домой взять. У них здесь же на территории совхоза есть футбольное поле. очень ухоженное все, конечно. Кустики подстрижены, газон подстрижен. Здесь высажена сирень. Я представляю здесь, когда она цветет, какой здесь аромат стоит на этой аллее. Это все сирень кусты, представляете? А это дома. Где живут люди. А это как раз проходим всю территорию парка с этой стороны. Гулять, конечно, очень приятно. В общем, это зона отдыха для тех, кто работает здесь в Сакхозе. озеро, и там фонтан в виде дельфина. Очень красивый. вот видите. В общем, здесь только сотрудники Сакхоза. Гуляют и отдыхают. Хочу поближе показать этот футбольное поле. Там для зрителей все. Это, наверное, мини-футбол. Здесь беговые дорожки. Все, конечно, очень ухожены. Для стадиона это уже школа. ЮНЕСКО она самая лучшая считается в Европе школа. Да-то что? Удачно, удобно, все там как надо сформировано. по последним технологиям. Ну, там что-то просто удобно для учеников, для учителей. Это территория школы. Ну, конечно, школа очень интересно сделана. Смотрите, там какая инсталляция интересная в виде муравьев. А почему здесь инсталляция и школа? Разные вещи. А что значит инсталляция? просто школа сделана так удобно, что просто там люди в классе. Нет, я просто показываю, что смотри, какие камни положили и муравьи. Видишь, это как учитель учит учеников. Смотри, это все в тему. Это дома, где живут жители. Такие высотки громедные. А это детский полно интересный. В виде замка. Есть также дальше дома. Здесь еще одно озеро, метров 300 от первого. Тоже для жителей и сотрудников совхоза. Здесь пропускной пункт. Просто человек прикладывает электронный ключ и проходит. Смотрите, даже птица плавает на позере. В виде. Там еще построенные домики. Люди отдыхают. Купили мы клубники. Сейчас хочу вам показать, как это все выглядит. Такой пакет оригинальный написан сахос имени Ленина. И вот земляничка. Смотрите, какая крупнющая. Вообще классная. Смотрите. Они вот в таких лукошках собраны. Лукошки такие картонного типа. Тоже есть логотип сахос имени Ленина. Земляника свежая. так. Что-то здесь еще должно было. Маркировки здесь нет, что ли? Она внутри. А, вот. Здесь они еще вот так маркируют. А, зада наперед. Верх ногами приклеили. Сейчас я оторву. Все-таки сорт Азия 900 грамм примерно в одной упаковке стоит это 370 рублей по ГОСТу. Но земляника вкусная. Она сладкая с кислинкой. По логическим сорт что-то значит это сорт выведен при селекции и обладает определенными качествами. вот так здесь адрес телефон ну что вы делаете? ищу бирку там где она собрана от раз она попадалась нам на этом. Да, они еще вкладывают эту такую знаете как раньше вкладывали когда собрано какой сменой вот такие маленькие такие бирочки беленькие. они не успевают они не положили. Может смотрите какая она крупнющая. ну реально вкусная она видно что свежесобранная прям сбор сегодняшний вот такая красивая солома попадается значит на соломе она у них лежит в общем вот такая красота взяли два лукошка это уже домой повезем ну все мы нагулялись уже едем домой ну как у вас впечатление Мирон тебе понравилось? Все понравилось? Да Молодец тебе парк наверное понравился? Да потому что там было классно громче говори потому что там было классно классно здорово понятно а тебе как? 4 с плюсом 4 с плюсом да в общем ты ожидал больше наверное солнышка не хватило для пяти пасмурной погоды ты ожидал больше я ожидал большего да ожидал больше больше да у меня тоже на 4 с половинкой а мы едем по территории совхоза это трактор с тями территория у нас такое стекло грязное да а это вот как раз главный вход въезд в совхоз так он выглядит но без клубнички здесь никуда вот в общем нагулялись не парк для детей интересный конечно сейчас сказать такого парка я в принципе ну не видел но территория громедная согласен для детей очень интересно желаю вам всего самого хорошего и всем пока субтитры